Благодарю Господа, что мы можем начинать наше следующее занятие. Урок номер три. Урок номер три. Слава Богу. Итак, продолжим. Мы остановились на том, что Бог, Он человеколюбивый, многомилостивый. Поэтому можно избрать одного человека, а другого человека не избрать. Но это вовсе не значит, что если брату нравилось три сестры, и он остановил свой выбор на какой-то одной из них, и Бог благословил его с ней, она стала его женою, избранницей, он любит у нее. У них есть совместные дети, как плод любви, физические плод любви. То это вовсе не значит, что все остальные сестры, на которых он иногда засматривался до женитьбы, стали его врагами. Или он стал ненавидеть их. Нет вовсе. Он просто избрал одну и не избрал тех. Только и всего-навсего. Бог избрал Якова, а тут Руба матери. И не избрал Исаава, чтобы от него произошло именно 12 колен Израилевых. Ну, я имею в виду тех колен, через которые он произвел народ Божий. Потому что через Исаава он тоже произвел народ. И мы знаем, кого. Были проблемы потом у народа Израилева из-за того, что Исаав взял жен себе, не по сердцу родителей своих. Да. Итак, мы говорим, что хорошо, поэтому те, кто заботится о Божьем, печется о Божьем, вникает в совершенную волю Отца и спрашивает Господи, это будет не моя воля, но Твоя Отче. Ты хочешь, чтобы был параллельный период? Будет параллельный период. Чтобы народ, твой народ, знает ли он украинский, или знает ли он русский, мог читать на на этих языках и там, и там получать откровение. Мы все понимаем украинский и русский язык, поэтому мы можем с вами свободно читать и на том, и на другом языке, но только поскольку мы постоянно мыслим и говорим на русском, или мыслим и говорим на украинском, то нам некоторым полезно изучать русский, некоторым полезно изучать украинский, чтобы что? Лучше знать его. Именно через параллельный перевод мы только обогащаемся в познании Господа. Чем больше вы знаете языков, тем больше вы познаете Священное Писание и все эти нюансы, которые связаны с переводами. Если вы читаете Священное Писание на оригинальных языках, на которых они были написаны, то вам не надо и переводы. Вы действительно будете очень благословлены исследуя Священное Писание оригинального текста, греческого или еврейского. Итак, возвращаемся к нашему слову «бремя», о котором не раз употребляет Библия. Которое. Давайте сначала, прежде чем перейдем к исследованию этого места, к соглашению. К какому соглашению? Что Бог един. Что Он явил Себя в трех хипостасях, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Что Сын и Отец и Дух Святой одно. Они вечны и неизменны в своих божественных принципах, отраженных в Священном Писании. Они, я повторяю, неизменны в своих божественных принципах. Ни один из них не противоречит другому. Благодаря Библии мы познаем сущность, характер Бога Отца, а следовательный характер Его Сына и характер Духа Святого. Дух Святой тоже Личность. Итак, если Бог не изменяется и в Нем нет ни тени перемен, то изменяется ли Его Слово? Священное Писание, которое вышло из Его сердца, которое Он передал своим ученикам. Конечно, нет. Слово не изменяется. Переводы могут меняться. Но Слово, как оно у нас существовало, поэтому все идут к первоисточнику. Иисус сам говорил, учение, которое я вам говорю, оно не мое. Отец, который меня послал, Он передал мне это учение. А в Евангелии от Иоанна мы читаем, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Бог было это Слово. А в первом послании Иоанна мы тоже читаем, что это было живое свидетельство. Мы осязали, руки наши осязали. Явилась жизнь среди нас. Иисус явился среди них. То, что однажды было сказано Богом Отцом, не отменялось и не было отменено Господом Иисусом Христом. Слышите? Когда Он принес учение на землю, учение от Отца, Он его не изменил. Он сделал его полным, совершенным. Он сам говорил, я не пришел, чтобы упразднить закон. Слово упраздните, значит отменить. Совсем. Правильно? Он пришел, чтобы сделать его полным, совершенным. Именно это Слово, которое Он употребил, и говорит о его полноте и совершенстве этого закона, который Он дал. Ни одна черта из закона не придет, Он говорит, пока все не исполнится. Да, мы видим некоторые совершенства в тех моментах, когда Иисус говорил. В исходе 20.14 написано, если кто посмотрит на женщину с вожделением, то Он уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Помните? Это в Новом Завете написано. Но Он сначала спросил у них, не читали ли вы, что написано? Не прелюбодействуй. А я вам говорю, если кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал. Почему? Потому что Он воздвиг эту заповедь на более высокий уровень в нашем понимании. Он не отменил ее, но открыл корни этого греха, которые зарождаются в сердце человека. Понимаете? Он не отменяет заповедь эту, что можно прелюбодействовать, дескать? Нет, нет, нет. А Он говорит, напротив, ребята, вовсе не обязательно там удаляться куда-то, а говорит, достаточно с вожделением посмотреть на нее, и уже грех зародился в твоем сердце. Проник. А раз так, и мы согласились с вами, что Бог неизменный, слово Его неизменное, что говорилось нам в Ветхом Завете. Мы читаем и понимаем, почему это говорилось тогда, в те времена. И что Бог сделал совершенным свое слово, поднявший на новый уровень в Новом Завете, когда говорил, что нужно любить врагов своих. Не проклинаете. Что если кто ненавидит брата своего, тот уже человек и убийца. Да? Что если мы знаем, что Бог сам, Иисус, есть это слово, да? то нам следует для примера открыть книгу Иеремии, открывать Ветхий Завет книгу Иеремии 23 главу. Иеремии 23 глава буду читать вам с 33 по 40 стих. И хочу сразу вам говорить, что священное писание, оно не раздельно. Нельзя, говорит, мы живем в Новом Завете под благодатью, поэтому Ветхий Завет меня вообще не интересует. Это здесь, как там закон, и я вообще Ветхий Завет не читаю, как некоторые говорят. Вот Новый Завет, да. Глупости это все. Библию нужно рассматривать как единое целое, одно. Как говорили пророки Исаии, Иеремии, Иезекии, Амос, Малахии и другие, они говорили не от себя, а говорили слова Бога, Господа Саваофа. Апостол Павел, говоря об и вовременности Священного Писания, имел в виду и Ветхий, и Новый Завет. Иисус цитировал Ветхий Завет. И во всем Новом Завете есть ссылки Иисуса Христа на кого? На что? На Ветхий Завет. Итак, Иеремия, 23 глава, 33-40 стих написано. Если спросит у тебя народ сей или пророк или священник какое бремя от Господа, то скажи им какое бремя. Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник или народ скажет бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату. Что ответил Господь? Или что сказал Господь? А этого слова бремя от Господа впредь не употребляют. Ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Так говори пророку. Что ответил тебе Господь? Или что сказал Господь? А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово бремя от Господа, тогда, так как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа, за то, что вот я забуду вас, вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам, и отцам вашим, отвергнут лица моего, и положу на вас поношение вечное, и бесславие вечное, которое не забудется. Господь послал пророка Иеремию, чтобы предупредить народ свой впредь не говорить и не употреблять словосочетание не просто не употреблять слово бремя, а именно словосочетание бремя от Господа, когда мы говорим бремя евангелизации. Почему? Сейчас скажу. «Мы сейчас, находясь под благодатью, не имеем права богохульствовать, скреннословить и уже тем более говорить то, что из-за нашего невежества, незнания, нашей непросвещенности » — Библия подборяет слово «неведение» — может причинить нам вред в наших взаимоотношениях с Небесным Отцом. Почему? Разве Новый Завет не говорит в 21 главе Евангелия от Луки 22 стих «Твоими устами буду судить тебя». Что значит «твоими устами»? «А, то, что выходит из уст твоих, я буду тебя судить». Слышите? Разве Новый Завет не говорит, что всякая хула на Бога Отца, на Бога Сына простится, но если кто скажет «хулу на Духа», Духа Святого не простится. Видите, сказано слово «скажет». Ага, если что-то выйдет в адрес Духа Святого негативное, отрицательное, богохульство какое-то, простится ему? Иисус сказал «не проститься». Кто-то скажет «Ну, я по неведению, я в шутку, я все остальное говорил это». Не имеет значения, как ты говорил. Были произнесены слова. Слова имеют силу. Слышите? Силу, реальную силу. В этом физическом, материальном мире. Силу. И поэтому, говорит, сказал ли я в шутку, там богохульство, или не в шутку, это не оправдание. Любые слова, которые выходят из уст человека, Писание говорит, «Твоими устами я буду судить тебя. Причем это может произойти как по нашей вине, так и защита неосторожности, несмотрительности, незнания, неразумения и прочее». Адам сказал «Это мне Ева дала, и я ел». Было ли это оправданием? Дескать, я здесь при чем? Ну, мне Ева дала, я ел. И мы можем сказать, «Ну, это ж переводчики написали». А я здесь при чем? Я читаю, как написано, тем более в Священном Писании. Так называется книга, Библия, Священное Писание. Но это не может служить нашим оправданием. Если мы будем поступать, так поступали верияни. 11 глава, послание к Деяниям, то есть Деяния апостолов, 17 стих, где сказано конкретно. Те были разумнее фессалоникийцев, разумнее, потому что они все сверяли. Так ли на самом деле? Если что-то мы читаем в Священном Писании, и нам что-то непонятно, или повторяем за кем-то что-то непонятное нам, то из-за невежества нашего мы тоже можем быть судимы за это. Независимо от того, произошло это умышленно или по неосторожности, по несведомленности, из-за неинформированности. Вы знаете, то, что вы учитесь, это прекрасно, потому что вы не будете никогда больше невежами. никогда вы ими больше не будете. Если вы здесь находитесь, то уже вы захотели учиться, познавать Его, опознавая Слово Его, познаете Его характер, познаете Его сущность, натуру, Его естество. Вы знаете, кто такой свидетель, когда Иисус говорил о том, что вы будете моими свидетелями. Да, это хорошее, конечно, определение тех, кто видел и слышал определенные какие-то либо действия, наблюдал за ними или участвовал в них, когда лично видел своими глазами. Это, я бы сказал, юридическое определение слова «свидетель». Кто лично был очевидцем каких-то событий, тот свидетель. Но есть одно «но». Библия нам говорит, теологически иногда определение не только юридическое, а этиологическое определение. Хотя юридическое тоже она говорит. Таразаконие мы знаем и Новый Завет. Так вот, когда греческое слово употребляется в оригинале слово «мартус» «свидетель», то он обозначает прежде всего знаете кого? Человека, который благодаря физическим или духовным страданиям изменился и преобразился в естество Иисуса Христа. Вы не записывайте, это будет в словаре. В библейском словарике будет к Вечному Евангелию. Там более расширенное идет определение слова «свидетель». Кто в результате физического или духовного страдания своим внутренним естеством изменился в образ Иисуса Христа. Вот тогда мы становимся Его свидетелем. Когда мы пострадали за Иисуса Христа физически или духовно, вот тогда мы Его становимся свидетелями. Почему? Потому что наше внутреннее естество изменилось в образ Иисуса Христа, в образ Сына Божьего. Вы будете моими свидетелями. Не просто я там что-то видел и засвидетельствую. Нет. Когда мы будем как письмо написанное, потому что Его закон, закон любви, будет записан и уже записывается на скрижалях нашего сердца. Наш характер изменяется, наше естество изменяется. Вот что самое главное, когда делает Слово Божье. Влияя на наш разум, на наше мышление, на наше понимание, на наше отношение, мы преобразуемся в Его характер. В этом и заключается сила самого Слова, которое начинает действовать через наше сознание, разумение, понимание, когда изменяется наше естество. Поэтому даже если человек по незнанию своему произносит, говорит, бремя его анализации, то он будет отвечать. Я не сказал, что он совершил грех ко смерти. Но вы знаете, это будет говорить о том, что еще много-много нужно ему, как говорят, каши съесть, чтобы подняться на тот уровень понимания, что нужно исследовать Священное Писание. А почему бремя? Почему Еремея здесь сказал, бремя от Господа впредь не употребляйте? Говорю дальше. Мы живем, мы живем и имеем дело со спасительной благодатью, а не с благодатью вседозволенности. Да, в новом завете мы под благодатью. Но под благодатью какой? Что мы уже не делами спасаемся, как думали в Ветхом Завете иудеи, да? Нам не надо творить много дел, чтобы получить спасение. Мы спасаемся верой. Только верой. И только верой получаем это спасение. не делами своими. Вы это знаете прекрасно. И вот на это как раз и нам дана эта благодать. Благодать взамен благодати. Почему взамен? Потому что на каждый период нашей жизни дается определенная благодать. Особенно тогда мы приходим к Господу. Вы знаете, насколько Господь нас лелеет, насколько Он нас нянчит, насколько Он любит нас всегда. Но отношение Его к нам разное, зависимое от нашего возрастания в Господе. Он учит нас, что мы были водимы Духом Святым, слышали Духа Святой, слышали голос Духа Святого, что Он хочет к нам. И поэтому Он выводит каждый раз на новый уровень понимания, познания и водительства. если первое время Он это делает через пророка, через священника, через пастыря, то позже Он будет лично вас учить, чтобы вы научились слышать голос Его, быть вводимым Духом Святым, потому что последние времена упование ваше будет только на Него и на умение слышать Его лично. Будут такие моменты, когда никто не сможет вас проконсультировать не иначе, как только Дух Святой. Как поступить, что сделать, что предпринять. Это очень важно. Итак, разве нас не касается пророчества Даниила о последнем времени или другие пророческие книги Ветхого Завета, потому что живем в новом или под благодатью? Конечно, касается. И остальные пророчества Исаии, Иезекии, Амоса, Малахи и другие пророков в конце всех времен о пришествии Мессии, о рождении Сына Божьего, о Девы Марии и много чего другого. Все это касается. А также это касается словосочетания и в новом Завете. Не употреблять слово бремя от Господа. Почему? Скажу почему. Если спросите почему. Почему? Да потому что то слово, которое употреблено было в послании к Еремии, то есть в книге порока Еремии, Иисус в новом Завете у Матфея не употребил. Исследуйте Священное Писание и увидите то греческое слово, которое написано в Еремии и то греческое слово, которое написано в Матфее. Эти слова совершенно разные. Я имею ввиду септуагинту. Потому что Ветхий Завет был написан на еврейском языке, на еврите, но он в свое время был переведен на греческий язык. Кем? Иудеями. Они знали прекрасно. Знали прекрасно. Что, о чем говорил Еремия, когда он говорил, не употребляйте пред этого слова «бремя от Господа». Иисус, будучи словом, он знал книгу пророка Еремии? Конечно, знал. И не только эту книгу пророка Еремии. Он все книги знал. Он сам являлся словом. Вот смотрите, что написано интересно в этом винограднике. Иешуа и слово. Понимая Иешуа, то есть Иисусом Божьего слова было отлично от понимания многими людьми сегодня. Иешуа сильно верил в слово. Он относился к слову серьезно и понимал его буквально. Его ученики также относились к слову в той же манере. Если бы Иешуа умолил Божье слово, он умолил бы самого себя. Существует единство между Иешуа как живым словом и написанным словом, которое мы держим в своих руках. Следовательно, слову значит следовать ему. Желать слово значит желать его. Иешуа видел каждое слово из уст Бога как необходимую пищу для человечества. Он цитировал Писание, говоря, написано, не хлебом единой будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. В послании к Тимофею написано, Павел говорит, все Писание богатновенно и полезно для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Петр в своем втором послании отзывается в письмах Павла, как несущий все Писания и вес этого Писания. И в первом послании он цитирует пророка Исаев в том, что Слово Господне пребывает во век и представляет идеи и философию людей как траву, если сравнить их с Божьим Словом. Помните, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слова человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне дает суровое предупреждение для тех, которые легко относятся к Божьему Слову. Я также свидетельствую всякому слышащим слова пророчества книги Сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге Сей. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни в Святом Граде и в том, что написано в книге Сей. Слава Бога является единственной базой для перестройки нашей эры. Бог хочет написать Своё Слово на наших сердцах, запечатлеть его в наших умах, перепродать, переподать, передать его нашим детям, говорить о Нём, сидя в доме Твоём и идя по дорогу, и ложась, и вставая. Сегодня разрушаются жизни, семьи, народы, потому что Божье Слово было отвергнуто, принижено и выброшено нашими так называемым просветлённым обществом. Божье Слово говорит, что Он восстановит всё. Слышите? Я верю, что в Украине будет всё восстановлено. Он восстановит Израиль и на самом деле делает это в наши дни, если мы последуем Его пророческому Слову, если мы вернёмся к тому, чтобы видеть всё Слово как священное и вдохновенное Писание Бога. В книге Исаии Господь говорит, 62 глав, 2 стих, «А вот на кого я презрю, на смирённого и сокрушённого Духом и на трепещущего перед Словом Моим, пусть мы окажемся среди трепещущих, пусть мы всегда празднуем Слово Господне, относимся к Нему с большим уважением, чем к просто необходимой пище». Вот поэтому, когда мы читаем или говорим, что проевангелизировать там, для меня как бы бремя евангелизации положил, кто-то говорит, это ужасно. Объясню ещё почему. Даже неверующие филологи говорят, если бы я услышал слово «бремя евангелизации» или «бремя от Господа», вряд ли бы я захотел обратить свои сердца или своё сердце к любящему Богу. Они говорят, вряд ли бы я захотел. Чью имя любовь. Почему? Потому что говорящие подобное однажды запретил Бог не говорить впредь, навлекают на себя Божий гнев. Почему? Дело в том, что слово «бремя», семантика этого слова, значение смыслового этого слова «бремя», знаете, какая? Запишите. Семантику слова «бремя» это всё, что гнетёт, давит, тяготит, точка запятой. Угнетает, мучит, удручает, точка запятой. Внешне непосильное, тяжкое, трудное. Гнетёт, давит, тяготит, мучит, угнетает, удручает. Нечто непосильное, тяжкое, трудное. Представьте себе, служитель перед всем собранием заявляет духовный мир. Бремя евангелизации алкозависимой молодёжи. Это разночено тому, что если бы он сказал «мучение от евангелизации молодёжи» или «мне Бог положил гнёт евангелизации молодёжи» или «непосильное для меня очень трудное евангелизацию молодёжи». А? Нормально? Ненормально. Люди сами на себя взваливают это бремя, однако говорят «мне Бог положил на сердце бремя от Господня». Господь ни на кого никогда не возлагал никакого времени. И даже Иисус в Новом Завете употребил слово «фортион», которое обозначает нужно отличать от слова «фортион». «Ибо иго моё блажа и ноша моя легка». И слово «фортион» обозначает не просто «ноша», а «ноша», груз, кладь, поклажа, переносимый на себе, то, что соответствует по силам человеку. Ага, оказывается, время – это то, что тебя гнетёт, давит, раздавит непосильное по твоим силам. А ноша, да, а ноша – это груз. Греческое слово «фортион» обозначает ноша, груз, кладь, поклажа, переносимый на себе то, что соответствует по силам человека. Соответствует по силам человека. Поэтому Иисус говорит, что ноша моя легка, «Иго моё благо и ноша моя легка». Знаете, что такое иго? Иго, знаете, что такое? Знаете? Подобие коромысла. Это когда одевают это вот иго, как ярмо, но оно не давит, не мучит. Оно точно сбалансировано. Если это коромысло, которое несёт женщина на себе, коромысло два ведра воды. В России там ещё до сих пор пользуются этим способом переноски ведер от колодезя, да? Если чуть-чуть сдвинуть в сторону, то одно ведро будет перевешивать и будет тебе очень неудобно и тяжело нести. Сами прекрасно. Так вот, этот иго, оно настолько сбалансировано, потому что она говорит, «Моя ноша, не твоя, а моя ноша, моё иго, оно не будет тебе давить, оно не будет тебе ярмом, таким, который, знаешь, натирает кровавые следы остаются. И моя ноша, мой груз, он посильный твоим силам, посильный». А говорит, «Бремя его организации» это то, что угнетает, мочит. Бог не даст тебе что-то такое, что тебя будет не просто мочит, давить, раздавить, духовно тебя уничтожит. «Фортион». «Фортион». «Ермо», я не помню сейчас. По памяти просто не помню. И вот, если вы сравните это два слова, которые употребили в греческом языке в «Септуагинте», в «Еремии», и греческое слово, которое употреблено в «Матфея», в «Евангелие от Матфея», Иисус когда говорил, что «ноша моя легка», разные совершенно слова. Вот там слово, которое действительно говорит, это подобно взятке, подобно проклятию, подобно бремени, то там слово такое страшное. Ну, я имею в виду страшное в том строгое слово, очень суровое слово. Поэтому он говорил, вот то слово «бремя от Господа», «впредь не употребляйте, я накажу тот дом или того человека, который говорит «от Господа у меня чуть ли не проклятие пришло». Понимаете? И мы, живя в Новом Завете, не должны ссылаться о том, что здесь неправильный перевод. Мы должны исследовать, открыть книгу далее, посмотреть. Бремя. И вы увидите, что бремя – это то, что мочит, давит, тяготит и прочее, прочее. Хотя оригинал говорит, «ноша моя легка», «иго, мое благо» и «ноша моя легка». Потому что, воистину, он хочет, чтобы вы не тащили то, что вам не посильно, а то, что соответствует вашему призванию, вашим дарам, которые он дает, мотивационным дарам, которые от рождения у вас есть. И он помогает нам осуществлять наше ведение. Он знает все наперед. И когда я получил первый ответ, если помните, вот эти все книги, симфонии, переводы и прочее, прочее, я очень возрадовался. просил, «Господи, если тебе угодно, дай мне подтверждение этому, дай мне подтверждение». Он дал мне весь инструмент необходимый. Я написал, даже брату, он переслал мне словарь «Вестьма» на другие словари, там, словари «Ожига» все, там, словарь «Академия наук», «Синонимы», все переслал, все необходимое, чтобы можно было начать эту работу. Но я ее не начал. Знаете почему? Потому что, возрадовавшись сильно, я пришел к моим друзьям. Валентин Романовичу и Таней. Я говорю, «Вы знаете, сегодня ответ получил». В радость их такой пришел. Валера, ну ты же знаешь, что это очень ответственная работа. Не просто работа, это очень ответственное дело, которое предстоит осуществить. Тебе нужно второе получить подтверждение. Помнишь, как Дион получил два подтверждения? Поэтому ты молись, чтобы получить второе подтверждение. Да, мы видим. Я еще несколько месяцев молился. Да. однажды, помню, как-то после служения одна сестра подошла и говорит мне, говорит, «Валерия, я не знаю, почему, но Господь мне сказал дать тебе вот эти слова и дает мне записку, и на ней написано. По-моему, из послания к филиппийцам, где написано о том, что ту работу, которую начал, тебе я завершу». Ну, я обрадовался, да, Господь собирается завершить ту работу, которую Он вам не начал. положил эту записку и забыл про нее. Через две недели другая сестра после служения, во вторник было служение, подходит и говорит, «Валерий, мне Господь побудил тебе дать местописание, которым я сказал, какое местописание, и передать тебе». Передал записку, я читаю те же слова, то же местописание. Я начал рыться, в Библии, я же ничего, когда что-то приходит не от Господа, не выбрасываю. Нашел эту записку, сравниваю тот же самый стих, те же самые слова. Ну, думаю, «Господи, я же вижу, что Он хочет мне что-то сказать этим». Ну, понятно, написано же. Ту работу, которую я тебе начал, я завершу. Ну, я начал молиться, «Господи, что конкретно ты хочешь мне сказать?» Должен я или не должен, потому что я же второе подтверждение не получил, фактически. и продолжал молиться. Ну, как же ж быть с переводом? Один ответ получил, а второго нет. Продолжил молиться. И в один день, я помню, ездил в Кофилл-Призн. Это большая тюрьма в США, в Далласе. Очень большая тюрьма. Там заключенные даже сидят за преступление, за которое им дали пожизненное заключение. Там один, помню, молодой человек, он в 15 лет сел за наркотики, потом в 18 лет добавили, а потом за драку еще добавили. Ему сколько тебе дали? У меня пожизненное. Сколько ты уже сидишь? 35 лет. Но он был верующий, ходил в церковь. Он был наполненный. Понимаете? Невзирая на то, что он находился в местах лишения свободы, в такой тюрьме особого режима, особого режима, он был наполненный жизнью свободы. Даже если в заключении он был свободен во Христе. Понимаете? Даже Павел, когда находился там, помните, и прославляли Господи вместе с силой, он был свободен все равно. Так и он. И вот в этой тюрьме, я помню, мне понадобилось увеличительное стекло, я нигде не мог найти, потому что очень мелкий шрифт там был. Мне надо было узнать там адрес и все, очков не было с собой. И увеличительное стекло нужно было. А мне посоветовали, пойди, есть там один муж Божий, он капеллан этой церкви. При тюрьме у нее была церковь своя. Правда, церковь была традиционная, католическая, по-моему. Да, был рима-католик, по-моему. Две тысячи с половиной человек было в церкви. Заключенных. А он был, приходил, как капеллан вольнонаемный, вольнонслужащий. Он не отбывал там наказания. Причем он был очень посвященный человек этому служению. Ученый был, семь языков знал. В свое время он эмигрировал с Европы. Он был сам из Чехословакии по рождению, родом из Чехословакии. И в конце Второй мировой войны он отказался возвращаться, потому что ему предупредили, что лагеря тебя ждут, сколько ты был в плену. И он эмигрировал сначала в Англию, потом во Францию, потом в Америку. И уже в своем возрасте где-то за 70 далеко лет когда я с ним встречался, он сделал перевод, свой перевод на английский язык Нового Завета. Отправил на утверждение в Рим. И Ватикан его утверждал. И он получил ответ. Показал мне этот ответ, что они одобрили, благословили, он мог его раздавать. Свой перевод сделал. Нового Завета только. Много лет он его делал. Большой ученый. В его кабинете до потолков все стеллажи и книгами заполнены. Когда он открыл предо мною словарь, один очень интересный словарь, еврейский столбик, колонка, рядом с ним греческая колонка этого же слова, рядом с ним английская колонка этого слова и четвертая колонка, знаете, какая? На русском. Я говорю, где вы взяли этот словарь? Он говорит, учился когда в еврейском институте в Иерусалиме, я там купил в Израиле. Говорю, мне такой бы словарь, представляете, ему говорю. Почему мне вот Господь на сердце положил то, чтобы у нас перевод есть много недостатка в нем. Он оставляет желать лучшего. И мне Господь открыл, что я призываю к этому, что я должен заняться этим трудом. Но вот мои друзья говорили, что мне нужно получить второе подтверждение, поскольку я молюсь, продолжаю молиться. Он, знаете, взял, настал на меня так палец и говорит. Эти слова я записал в Библию, в эту Библию, которая всегда при мне. Ты будешь виновен перед Ним, если не сделаешь того, что Он сказал тебе сделать, то, к чему Он призвал тебя. Ты будешь виновен перед Ним, если ты не сделаешь то, к чему Он призвал тебя делать. После встречи с этим человеком я больше не молился. Понимаете? Это еще дальше продолжать молиться, это искушать Господь. Если Он сказал, если ты не сделаешь то, к чему Он тебя призывал делать. Ты будешь виновен перед Ним. И с 1 января 93-го года я благодарю Господа, что я сел за стол и сделал перевод первых стихов в Евангелие от Иоанна. То были первые стихи, которые я пил в первый день. И так день за днем, каждый день у меня были графики. Я старался из этого графика не выбиваться. Но я наслаждался тем, что я пребываю в слове переводом. Я иногда, когда сложные стихи я их оставлял, еще проходил, возвращался к ними все больше. Месяца проходили, когда я находил именно то, что нужно, чтобы было, как этот стих переведен. Месяца проходили. Пока я не получал точное подтверждение того, что именно так должно быть переведено. Исследовал все источники, которые можно исследовать. Это год за годом, день за днем. И по сей день. Поэтому слава Богу, что Господь будет продолжать эту работу и у вас. То слово, которое Он посел у вас однажды, когда вы услышали. Потому что вера от слышания. А слышание от чего? От слова Божьего. Да. Это 10 глава, послание к Риму, 18 стих. Итак, давайте продолжим дальше. Мы с вами, прочитав Еремею, прочитав Евангелие от Матфея, будем помнить, что мы должны быть осторожны. Осторожны относительно не только прочтенного нами, то, что мы читаем, а относительно того, насколько мы исследуем священное Писание, как в Верияне, ищем подтверждение, так написано в оригинале. Почему? Потому что Иисус им сказал, слова, которые ты дал мне, я передал им. Что мы передадим другим, если это будет не то, что было получено апостолами изначально? Я помню, в Евангелии от Луки есть такая притча, где говорит Иисус, тот раб, который знал волю Господина своего, да, и не делал, будет много бит, и больно будет бить, да, потому что знал и не делал. А который не знал волю Господина своего и делал, да, тоже будет бить, но меньше. Представьте вы, я же не знал, что там переводчики сделали ошибку. Ну, чего же это? А кто тебе мешал исследовать священное Писание? Как в Верияне. Я такого не говорил. Бремя от Господа. Или Иисус так никогда не такого не говорил. «Возьмите иго моё и бремя моё». Не говорил я такого. Ты не знал, что там так не написано, так не переведено. Поэтому я сделаю снисхождение. Ну, немножко. Ну, всё равно будешь бить. Я не призываю к тому, что всех надо воспороть из-за того, что вы не исследуете Писание. Нет. А говорю о том, что мы, любящими Слово Божие, не можем относиться поверхностно к тому, чтобы даже не заглянуть в элементарный словарь русского языка, в толковый словарь, и посмотреть значение какого-то слова, когда готовимся к проповеди, к учению, там, к лидерским или ещё что-то, к чему-то. Вот есть стих, а значение слова, ну, так догадываемся, а понятия не имеем. А слово, оно всегда несёт очень иногда порой негативную окраску. И не простую негативную окраску, которая убивает. Слово, оно может и лечить, и слово может убивать. Слово может поднимать, и слово может опускать. Слово может залечивать раны. И слово может разрушать. Поэтому вы будете иметь большие благословения в своей жизни по одной простой причине, что у вас отношение после этой сессии к Священному Писанию, к Слову Божьему, изменится. Потому что сказано, вот на кого я презрю, кто смирён, круткий духом, кто трепещет, бодрствует и трепещет и трепещет пред Словом Моим. Если вы трепещете перед Словом Его, то вы, значит, богоговеете перед Господом самим Иисусом. Вы Его любите и будете с таким же богоговением относиться к Слову Его, исследуя всё, что там написано, задумываясь, почему Он именно так сказал, а не иначе. Уже? Можно. Я не хочу начинать новую тему. После перерыва начну. Продолжение следует...